Приветствую всех участников Круглого Стола. Меня зовут Людмила Ёлтушева. Я многодетная мама из Перми. У меня четверо детей. Очень жаль, что я не могу присутствовать сейчас рядом с вами. Тема сегодняшнего Круглого Стола «Бедность как повод неправомерного вмешательства в семью». Моя тема, непосредственно с которой я к вам пришла, это проблема социальной поддержки многодетной семьи в Пермском крае. В общем, что происходит, когда мы понимаем, что заработной платы не хватает на содержание семьи? Значит, мы идем в соцзащиту. В Пермском крае только малоимущие и многодетные имеют право на поддержку государства. Малоимущность при этом еще нужно доказать. Значит, прожиточный минимум на каждого члена семьи у нас 10 600 рублей. И при этом сюда, как доход, включается и ипотечный кредит, и заработная плата до вычета всех на ног. Когда мы приходим в соцзащиту, с нами начинают проводить разъяснительные беседы о том, что оформляя пособие, соцзащита оставляет за собой право прийти с проверкой жилищных условий в дом. Кто-то уже на этом этапе решает для себя не оформлять статус малоимущих. Не потому что скрывать есть что, а потому что непонятно, на что именно будут обращать внимание, когда придут. На ремонт квартиры, на наличие спальных мест, на наличие продуктов в холодильнике. Вот почему, собственно, я эти критерии упомянула. Потому что они есть в анкете, которую заполняют многодетные, приходя оформлять пособие. Также в этой анкете есть такие вопросы. Есть ли вредные привычки у родителей? Оцените климат в семье по шкале от 1 до 5. А некоторые работники соцзащиты, они даже не стесняются и говорят напрямую родителям, которые пришли оформлять пособие, что если у вас нет денег содержать своих детей, то вы можете отдать их государству. Я понимаю, что работники соцзащиты – это обычные люди. Но, тем не менее, некоторые не могут сдержать эмоции. И действительно, это выглядит унизительно и обидно прийти, просить помощи у государства в Пермском крае. И если работники соцзащиты не сами по себе принимают такое решение о своем отношении к многодетным и сократить очередь нуждающихся, то, наверное, скорее всего, и Министерство социального развития придерживается той же самой политики. Вот, в частности, если мы зайдем на страничку Марины Визе, Марины Визе – это заместитель, министр, начальник управления Государственной гарантией социальной защиты Пермского края. Мы сейчас все можем общаться в соцсетях, и она, как с многодетными, также с нами выходит на связь в соцсетях. И вот если мы зайдем к ней на страничку, то мы прочитаем у нее цитату Джека Ма. «Бедных людей удовлетворить труднее всего. Дайте им что-то бесплатное, и они решат, что это ловушка. Скажите им вложиться по-крупному, скажут, что у них нет денег. Скажите им открыть магазин, скажут, нет свободы». И так далее. Я сокращаю. Они имеют нечто общее. Любят запрашивать Google. Слушаться друзей, таких же безнадежных, как они сами. «Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты. Вся ей жизнь проходит в ожидании». Вот такого же мнения придерживается и председатель региональной общественной организации Многодетной Пермского края Ирина Ермакова. Собственный репост с ее странички Марина Визе и сделала к себе на стену в ВКонтакте. Вот, в общем, у нас вот эта региональная общественная организация, она не отстаивает права многодетных, а активно сотрудничает со властью. Может, конечно, это и неплохо, но они вместе таким образом поддерживают политику, что просящие многодетные, просящие о помощи, да, это иждивенцы и попрошайки. Вот у нас есть соцконтракт. Это те вещи, которые они воплощают в жизнь вместе, да. Соцконтракт и проект «Мама-пчелка». Соцконтракт выдается на сумму от 15 до 30 тысяч рублей на открытие бизнеса и ведение подсобного хозяйства. Вот если во втором случае для жителей села это выход, да, они могут приобрести скотину и, в общем-то, каким-то образом обеспечивать хотя бы себя продуктами питания, да. Вот, но при этом они должны ежемесячно отчитываться и предоставить перед тем, как им соцконтракт оформят, бизнес-план. Вот, но если мы вернемся к городским жителям, на эту сумму нам предлагают оформить ИП и зарегистрировать его в налоговых органах. Все как и положено по закону. Вот у меня есть знакомые многодетные, которые пытались открыть свой бизнес и при этом сумма вложений за год у них варьировалась от 300 тысяч до 800 тысяч. Да, а есть те знакомые, которые должны сейчас государству, естественно, никакой бизнес у них не получилось вести. И остались только одни огромные кредиты, долги и головная боль. Вот, а если мы возьмем с вами проект «Мама-пчелка», здесь многодетные, опираясь на то, чем они могут заняться, вот это может рукоделие, да, какое-то, не знаю, плетение из бисера, вязание, вот опираясь на это, они могут себе, по мнению соцзащиты, обеспечить, если не безбедную жизнь, то хотя бы заработать себе на хлеб. Вот у нас есть многодетная мама из села Елова, которая вяжет мочалки, и она принимала участие в этом проекте «Мама-пчелка». Ее, они писали статьи в газетах, да, ее показывали в СМИ, как пример для подражания для многодетных, что не нужно быть еждивенцами, а можно каким-то образом заработать себе денег. Так вот, она за прошлый месяц заработала сумму в 160 рублей, 160 рублей, вы не ослышались. При этом она вязала мочалки ночью, потому что днем у нее, естественно, дети. И причем с этой суммы еще нужно отчислять налог, будут налоговые органы, нужно еще найти где-то покупателей, кто все это будет покупать. Вот доходит до смешного. Значит, нужно взять с собой детей, чтобы они все за руку шли за мамой, при этом мама вся обвешивается мочалками и будет ходить по селу Елова и продавать вот эти вот мочалки таким же многодетным, как она. В общем, спорная, честно говоря, рука помощи в таком случае. Как у нас любит говорить Ирина Сергеевна, вот это, скорее всего, та удочка, которую дают многодетным, потому что рыбка – это вот те пособия, которые у нас не выплачиваются в Фермском крае. Вот мы сейчас подошли к тому, что, на мой взгляд, вот бизнес и многодетная семья – две вещи немного несовместимы. Хорошо, если эта жилка предпринимательская есть, а если ее нет? Я считаю, что у многодетной мамы должен быть выбор. Если она считает, нужно выйти на работу и оставить ребенка в полтора месяца в яслях, и при этом ее берет работодатель, вот не будем скрывать, конечно, у нас не жалуют многодетных мам на рабочем месте, потому что мама будет всегда ходить на больничный, и так оно и есть. Но если у мамы есть возможность выйти на работу, это хорошо. Если мама считает, что она должна посвятить себя семье и детям, значит, ей нужно это позволить сделать, потому что мама – это великий труд. У нас на сайте Министерства социального развития Фермского края вы можете увидеть, что семьи с детьми имеют 43 меры соцподдержки. Вот из этих 43 мер 10 рассчитано на многодетных, и из этих 10 – 7 существуют в реальности, и 3 существуют только на бумаге. Вот мы сейчас подробно с вами посмотрим. Это 2600 компенсации на школьную форму, на учащихся детей в школе, это бесплатное питание в школьной столовой, и компенсация за оплату детского сада. За детский сад по факту мы платим полную стоимость в месяц, и нам потом какая-то часть возвращается спустя 2 или 3 месяца на книжку. Еще обеспечение льготными лекарствами до 6 лет. Вот список льготных лекарств в Фермском крае 2 года назад был сокращен. Сейчас там дешевые аналоги препаратов отечественные. В общем-то парацетамол за 20 рублей я могу приобрести сама. Тем более, что если ребенок приболел, не дай бог, мне нужно ему помочь сейчас. Врач придет только завтра и выпишет рецепт, и после этого только через сутки смогу выкупить лекарство. Поэтому я предпочитаю пойти и купить за 20 рублей парацетамол сама. Вот сейчас поддержка малоимущих многодетных умещается в сумму около 3000 рублей. На нашу семью из 6 человек это 3200 рублей. Это 178 рублей на каждого ребенка до 16 лет. Компенсация за проезд 355 рублей на каждого ребенка. И оплата компенсации за услуги ЖКУ. Это 283 рубля ежемесячно. Вот все это вместе умещается в сумму 3200. Сейчас у нас в Пермском крае активно поддерживают первородящих мам. Это мамы от 18 до 24 лет. Вот наш уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова в ответ на наш вопрос, почему в Пермском крае отменены выплаты на третьего и последующего ребенка, еще с 2016 года, ответила, что Пермский край дословно не нуждается в стимулировании рождаемости третьих детей. Вот на мой взгляд это дискриминация. Вот чтобы молодой маме получить, было назначено пособие, вот та мама, которая 18 лет, да, или 19, 20 до 24 лет, они должны соответствовать критериям нуждаемости. Это значит, по нашему Пермскому краю, по закону, на каждого члена семьи должно приходиться полтора прожиточных минимума. Это получается чуть больше 16 тысяч рублей. То есть на семью из трех человек у них должно получиться 48 тысяч рублей, да, чтобы они могли позволить себе получать выплаты ежемесячные в сумме прожиточного минимума. А если мы возьмем сейчас с вами многодетную семью, вот допустим нашу, да, у нас получается на шестерых человек, на шестерых членов семьи доход с зарплатой мужа в 28 тысяч рублей, и 3 тысячи, это вот та сумма, да, на которую мы можем рассчитывать ежемесячно, получается 31 тысяча рублей. То есть на каждого члена семьи у нас получается 6 тысяч рублей с копейком. Вот на эту сумму нужно еще как-то умудриться вещи детские, да, вложить, продукты питания, я уже там не говорю о каких-то излишках. Пермский край вошел в список регионов в 1 из 60, да, на софинансирование по выплатам на третьего последующего ребенка. И согласно ответам из Минтруда нам должны были возобновить выплаты на третьего последующего ребенка с января 2018 года. Но для этого наш губернатор должен был подготовить закон и нормативно-правовые акты еще в конце 2017, чтобы они уже заработали в этом году. Ну вот в ответ на это нам приходят письма о 43 мерах соцподдержки, которые мы имеем. Я вам рассказала, что по факту мы получаем на самом деле, да. Ну и сейчас еще мы собирали подписи, мы собрали порядка 3000 живых подписей, отправили в приемную президента в Пермском крае и губернатору Пермского края Решетникову. Вот ответ я вам уже озвучила, это вот 43 меры соцподдержки. И несмотря на то, что у нас в Пермском крае идет спад рождаемости, пособия нам так и не возобновили. И всячески, в общем, соцзащита вместе с региональной общественной организацией, да, которая должна отставить права многодетных, они наоборот нас стараются как-то пристыдить. Да, вот хотя вот 59 регионов, в которых выплаты вот эти производятся, я не думаю, что так активно многодетным говорят, что вы попрошайничаете. Вот, в общем, все, что я хотела рассказать. Спасибо всем большое за внимание. До свидания, всего хорошего.